Шприцевой насос фирмы B-Brown Perfuzor Compact S. Есть также насосы B-Brown Perfuzor Compact. S в отличие от Compact может работать со шприцами 10 мл. Для работы с таким насосом подходят шприцы с наконечником Luer либо Luer Lock объемом от 10 до 50-60 мл. Шприцы с наконечником катетерного типа или более 50 мл не подходят для данного насоса. Основные навыки работы заключаются в следующем. Включаем. Загорается экран, проходит самотестирование прибора, звучит сигнал, версия прошивки. Далее берем шприц, заполненный медикаментом. Открываем кронштейн, оттягиваем этот кронштейн, вставляем сюда шприц. Шток закрепляем здесь до щелчка. Поднимаем этот кронштейн. Он определил шприц 50 мл, сигнал штока моргает, его надо подправить. Вот. Вот эта прорезь, она используется только для шприцов B-Brown. Шприц установили. Дальше нам нужно установить скорость инфузии. А, подтверждаем нажатием F, то что шприц определен правильно. Устанавливаем скорость инфузии. Для данного шприца это максимум 200 мл в час. Можно установить скорость болюса. Нажимаем F, единичку, устанавливаем, например, 500. Максимум 999. Подтверждаем нажатием F. Включаем нажатием кнопки старт-стоп. Пиктограмма вращается. Инфузия пошла. Нужно выдавить воздух из магистрали. Для этого мы делаем нажатием болюса F. Болюс показывает скорость. Еще раз держим. Вот. Пошла инфузия быстрее. Выдавливаем воздух. Показывает объем, прошедший в это время. Отпускаем. Также кнопкой F и пятерка он показывает сумму, объем лекарств или питания, которое прошло уже за момент инфузии. Можно обнулить. Вот. И все. Нажатием кнопки F он опять переходит на экран и показывает скорость. Во время инфузии никакие параметры изменить нельзя за исключением скорости. Можно только смотреть. Наблюдать скорость, объем инфузии. Но изменить надо только остановив. Допустим, как можно изменить скорость во время инфузии, не отключая. Нажимаем S. Обнуляем. Задаем другую. Подтверждаем нажатием F. Вот. Пошла инфузия со скоростью 150. Если нам нужно изменить другие параметры, это надо сделать, остановив прибор. Например, меняем скорость болюса. Обнуляем. Нажимаем 800. Подтверждаем. Если вы наберете цифру, которая выходит из диапазона возможностей, он просигнализирует. Запускаем. Старт. Остальные функции описаны в инструкции. Есть функция блокировки, функция измерения определения шприца, функция инфузии по времени, заданное время будет делать инфузию, функция инфузии по объему, заряд батареи. Также он имеет три уровня окклюзии, которые тоже можно менять. Окклюзия – это закупорка, давление, при которой произойдет закупорка и остановка аппарата. Болюс и время, объем можно задавать, когда остановится прибор. В общем, подробнее читать лучше в инструкции. Но прибор считается очень надежным и практически все умеют с ним работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...